Ранами Его Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Он вознёс на крест грехи всех нас Благодаря Его крови, мы сегодня можем быть исцелены Он взял на Себя наши немощи И понёс наши болезни Он из язвы был за грехи наши И мучим за беззакония Наказание мира нашего было на нём Все вместе! Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Он вознёс на крест грехи всех нас Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Он вознёс на крест грехи всех нас Но Он взял на Себя наши немощи Ранами волны исцелились 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 Ранами Его мы исцелились Он вознёс на грех, прикиньте к нам Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Ранами Его мы исцелились Он вознёс на грех, прикиньте к нам Дай достойную Богу славу, Бог великий! Это молитва, которая очень важна на этой молитве. Послушайте, помазание реальное. И я вам скажу, особенно тем, у которых, ну знаете так, бывает родственник, близкий, дома, а может знакомый, болеет. Эту молитву нужно взять и принести ему. Пусть он посмотрит ее, послушает. И помазание Святого Духа пойдет прямо на него. А можно включить хотя бы чуть-чуть оператора? Пожалуйста. Дорогие друзья, послушайте, вы меня слышите? Да. Отлично. Все телезрители, послушайте, эта минута, мы молимся сейчас, я чувствую в духе. Сейчас Дух Святой движется, и помазание Святого Духа сейчас будет исцелять. Все, кто смотрит, послушайте меня, все телезрители, Дух Святой сейчас движется. Те, кто должны умереть сегодня, они не умрут. Я отключаю войну Иисуса Христа. Я вижу сейчас тех людей, которые сейчас приняли уже внутри. Что они умрут. Прямо сейчас я говорю вам. Я говорю вам. Прямо сейчас Дух Смерти. Вон, кровью Иисуса Христа. Прямо сейчас. Все, кто больные, послушайте. Положите, положите руку на себя, вы увидите. Сила Святого Духа сейчас приходит. Из Духа Святого уходит его помазание. Это помазание, которое воскрешает мертвых. Это помазание, которое убирает рак. Метастазы в голове, во всем теле. Дух Святой, это реальная личность. Он сейчас движется. Кто сомневается, послушайте. Закройте свои глаза. Проверьте. Сейчас, в течение нескольких минут, помазание физически коснется вашего тела. Вы знаете, дорогие друзья, а там люди лежат вокруг меня, и мы молились, и пришло просто невероятное присутствие Божье. Вот это я сбавил обороты на 80%. Я извиняюсь, но там Божье присутствие. И, вот знаете, я такой удивлен прямо, что именно против этой молитвы бесы восстают. Я думаю, вот, бесы боятся присутствия Божьего, силы Божьей. Они боятся, послушайте, настоящего. И я вам скажу такую вещь. До включения была невероятная молитва. Мы плакали, рыдали. И знаете, что? Все лежат вот так лицами на полу. И включается эфир. Скажите, нужно вот это? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я родился там-то, там-то. Скажите, это нужно больным людям? Это говорят те, которые недопонимают. А мне это не нужно. Потому что я знаю, что есть люди, которым не нужно знать, где я родился, рос, мама моя. Кем было? Послушайте. Им нужна сила Божья. А что, не так? У вас такое аминь? Аминь! Аминь! Дай Богу славу! Вы должны знать, родные. Нам нужна сила, а не слова. Не информация, а настоящее. Помазание. Вот эту молитву. Ее нужно взять. И когда вы ее будете ставить, послушать, вы увидите, сколько больных людей будут исцелены. Аминь! А те люди, которые... Я там увидел критику. А мне хотелось, знаете, что сказать? Ну вот, как нужно молиться за исцеление? А говорят, это слишком эмоционально. Ну и там оскорбление. Хорошо. Хочется позвать этих людей. Поставить здесь и сказать, а ну помолись. Посмотрим, кто исцелится. Покажи плод. Покажи людей, которые умирали. Которые сидели в колясках. И они сегодня живы, здоровы и ходят своими ногами. Если ты не можешь этого сделать, ротик на замочек. Так или нет? Как можно что-то говорить о молитве за исцеление больных в то время, когда сам ничего не может? Устанавливать стандарты молитвы. Должен тот, кто имеет реальное, настоящее, не фальшивое, истинное помазание Духа Святого. Об Иисусе говорится в послании к евреям. Послание к евреям. Посмотрите. Он принес молитвы и моления с великим воплем и со слезами. Если бы ты молился за своего ребенка, который вот сейчас умрет, ты бы правильно молился? Или ты бы кричал? Скажите, как есть. Я не слышу. Ну да, ты бы старался правильно молиться. Правильно. Ну, он умер бы, потому что ты правильно молился. Друзья, я не собираюсь правильно молиться. Я собираюсь молиться так, чтобы этот ребенок жил. Долго и счастливо. Чтобы его мама была счастлива. Когда мы видим сегодня, какие дети исцелятся. Слушайте. Да вы что? Это же невозможно. Это чудо творения, которое делает Бог. Но извините, пожалуйста. Когда мы молимся, вы хотите, чтобы через вас двигалась сила Божья? Послушайте. Все, кто смотрят. Вы должны знать. Сила Божья не может двигаться через мертвое сердце. Осуждающее. Никогда. Только через то сердце, которое наполнено состраданием. Состраданием. Когда ты молишься за человека. И когда ты переживаешь его боль. Как будто ты за своего ребенка молишься. За свою маму. За свою жену. Если этого нет. Ну, как же Дух Святой будет двигаться? Дух Святой всегда проходит через сердце. Он не может двигаться независимо от тебя. Кто-то меня слышит? Аминь. Вы должны знать об этом. Вот почему сегодня, вы знаете, немного людей, которые могут вообще об этом говорить. Потому что это момент не каких-то внешних правильных вещей. Это момент сердца. Давид танцевал раздетый. Плясал перед Богом. Вы видели это? В Библии написано. Его жена Мелхова уничижила его. Сердце свое. И сказала, ты ненормальный. Давиду. А он сказал такие слова. Я, говорит, славил Бога. И буду еще сильнее славить. Аминь. Аминь. Ты любишь. Все будет правильно. Мне главное, чтобы перед Богом это было правильно. И все. Больше. Меня ничего не интересует. Если еще что-то интересует, вы что? Бог скажет нет. Но он делится своей любовью. И знаете, изливается любовь в сердце твое. Духом Святым. Прими ее сейчас прямо во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух Святой, коснись. И злейся любовью в сердце. Молю тебя. Пусть сегодня каждый, кто у экрана. Каждый, кто в этом зале. Они переживут. Переживут в своей жизни. Этот момент, когда ты делишься своим сердцем. Когда ты делишься своей любовью. Когда ты делишься своим состраданием. Когда они начинают молиться за людей. Как за своих детей. Боже мой. Ты, только ты. Как Давид говорил. Сердце. Новое. Затвори. Во мне. Боже. Дух правый. О, Боже. Примите сейчас. Это благословение. Это написано в слове. Значит, это дано вам. Тебе дано. Только прими. Только прими. Ты увидишь, как изменится вся твоя жизнь. Отношения с Богом всегда наполнены любовью. Аминь. 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 Аллилуйя. Аминь. Спасибо тебе, Боже. Спасибо. 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 Потому что мы знаем, что сегодня Бог великий хочет наполнять наши сердца своей любовью. Доверяет нам. Вместе с нами радоваться. Когда спасаются люди. Аминь. Когда исцеляются люди. Вау. Это мощно. Аминь. Вы знаете, только буквально на днях я рассказывал, как, ну знаете, в детстве так получилось. Я сжег бабушкин дом. Ну так вышло. Знаете, сеновал, лето. И мы с мальчиком. Ну знаете, как я поджигаю. Я раздетый полностью. А он там в обуви. И вот я поджигаю. Он тушит. Раз, два. А на третий раз он убежал. И сено полыхнуло. Дом сгорел. Весь. Вообще до твала. Все сгорело. Бабушка расстроилась. Дедушка через несколько месяцев умер от инфаркта. Вы знаете, это серьезно. Ну, была сестра у бабушки. Дуся. Ох, и имя. Не, есть Дуся, но, знаете, божественная Дуся, это уже не Дуся. Это Дуся. Правильно я говорю? Которая. А там была такая сестра. Ай-яй-яй. Бабушка. И ей пришлось занять деньги. И она прямо жила в том доме, который она заняла деньги моей бабушке. И знаете что? Она меня проклинала каждый день. Каждый день. Не давала есть и проклинала, проклинала, проклинала. И вы знаете, что началось в моей жизни? Каждый год у меня обязательно была проблема. Я попадал в больницу со страшными вещами. Разбивался на велосипеде. Что только со мной не было. Резал себе, ногу порезал так, что это был ужас. Но она там, знаете, как заражение пошло. И выходит так, что меня привезли в больницу ночью. И вот представьте себе, я не понимаю почему. Меня положили на стол этот операционный. А рядом со мной оперировали ребенка маленького. Ему было 16 дней. Это все было на моих глазах. И я испытал невероятный шок, истерику, естественно. Вы знаете, проклятие реальное. Но сегодня слава нашему Богу, Дух Святой реальнее намного. И он разрушает проклятие. И мы становимся благословенными. Господи, слава Тебя. И все люди, которые наводят проклятие, которые сегодня занимаются этим. Знаете что? Я всегда говорю. Вот их проклятие, пусть оно вернется к ним. Пусть они испытают это. Только что-то мне хочется, чтобы в 30, 60 и 100 крат. Ну хотя бы в несколько раз. Ну почему бы нет? Ведь плод надо иметь. Сеешь, жни. Сеешь, жни. Я прав или нет? А почему вы так говорите? Да. Да. Я знаю. Потому что когда человек испытает это, он больше не будет это делать. Он придет в духовный центр возрождения. И что? Будет поклоняться Богу. Так аминь. Или не аминь. Друзья, послушайте. Я объявил, когда вот это видение, моментально Бог начал работать. Послушайте. И Он поделился с вами очень такими интересными вещами. Он, ну как бы мне вложил в сердце, что в это видение относительно служителей, пасторей не могут все войти. Я не знал, почему Он что-то видел. И я был удивлен. То есть стратегией, которую Он мне дал. И я сказал тогда Наташа, помощница. Я сказал, говори о деньгах, что будет все прозрачно. И сразу проявится кто? Как вы думаете, кто? Воры, конечно. Сработало или нет? Как вы думаете? Ну, если Бог ведет, сработает. Но потом мне нужно было сделать одну вещь, о которой никто не знал. Потому что Бог что-то видел, чего я не видел. Чтобы я проверил самых близких помощников, команду. Какие-то церкви, которые близки. И знаете, что нужно было сделать? Как вы думаете? Нужно было объявить, что ты уезжаешь. Что ты оставляешь. И так далее, да? Притча о виноградаре. Помните? Он ушел. Зачем? Чтобы увидеть, что будет. Я увидел. Это просто... Знаете, вот бывает, ты... Ну, как бы... Ты бы хотел, да? Увидеть. А потом, когда ты видишь, ты говоришь, Боже, я не могу этого видеть. Зачем ты мне это показал? Обнаруживается что-то. Обнажается что-то. Чего бы ты не знал еще много-много лет. Так или? А Бог хочет, чтобы настоящее сердце оно билось за спасение людей по всему миру, по всей планете. Кто-то аминь здесь скажет или нет? Вау! Дайте Богу славу! Конечно! Знаете, все такие умные куда-то. А я такой читаемый. Я, да, но Дух Святой нет. Он работает для того, чтобы, знаете, стальная плита лежала, а не песок. Чтобы весь мир был покрыт силой Божьей. Аминь. Кто-то здесь есть бизнесмены, кто-то смотрит пастыря, руководители. Я вам скажу прямо, нужно всегда проверять всех своих помощников. А как? Да ты просто что-то покажи. Неправильное даже что-то покажи. Чтобы увидеть. Сделай так, что ты слабый. Сделай так, что ты боишься. Что будет, как вы думаете? Проявится. А что проявится? Любовь и уважение. Или проявится совсем другое. Таким образом, Библия говорит, апостол Павел говорит Тимофею, и Титу, он говорит, испытывайте, а потом только ставьте. Сначала испытывайте, потом ставьте. Я вам, ну, говорил, ну, знаете, вот скажу вам такую вещь. Вы представляете, что Дух Святой строит сегодня здесь? Для Него важно, чтобы каждое сердце принадлежало на сто процентов Ему. А твое сердце принадлежит Ему? Ммм, и так не слышно ничего вообще. Ну, так ты определись, принадлежит или нет. Нужно определиться. А я вам скажу, дайте Богу славу, потому что Бог великий, не своей силой, но Духом Святым, Он сотворит чудо. Ну, и знаете как? Когда у кого-то есть проблемы, мы всегда будем человека вытягивать из этих проблем. Правильно? Да что ж с вами такое? Да вас не переживайте, никто не проверял. Все в порядке. Дайте Богу славу нормальную. Что такое? И знаете, мне так... Ой, аж... Когда целая работа начала вестись, целая работа подпольная такая, знаете, отравительная. Я смеюся с этого. Знаете почему? Да потому что всегда, знаете одно, то, что делает Бог, пребывает вовек. Я вам скажу, как сказал Гамалеев в одеяниях. Если это дело не от Бога, так не надо ничего делать, оно само разрушится. А если оно от Бога, то смотрите, чтобы вам не стать Бога противниками. А я думаю, что воевать с Богом, это не удача, это страшно. Правда? Те, кто воевали... Ой, 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 где они? Где они сегодня? Где я? Не знаю. Не знаю. Потому что не нужно восставать никогда на Духа Святого, друзья. Нужно всегда быть с Ним. Платить цену и идти вперед. И тогда наша жизнь будет поднята самим Богом. Самим Господом. Да уж. Итак, друзья, знаете, так, вообще чуть-чуть. Мне хочется вам сказать одну вещь. О мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, благослови сегодня каждого, кто смотрит, каждого, кто в зале. Я умоляю тебя, Господи. Дух Святой, проговори сегодня, проговори. Там у экрана есть люди, которым так нужно, так нужно это знать. Знать. Я бы сказал так. Это короткое слово. Может, 10 минут. Но я бы его назвал так. Материнская любовь Бога. Материнская любовь Бога. Очень часто мы не понимаем, как нас Бог любит. Бог есть любовь. Аминь. Но знаете, вот человеческую любовь, ну ее можно понять. Но как понять Божью любовь? Потому что мы ощущаем Божью любовь. И все хорошо. Но потом приходит момент у каждого. Когда вы делаете что-то, выходящее за рамки того, что вы можете выдержать. Что может выдержать ваша вера. Вы меня слышите? И в этот момент почему-то приходит дьявол. И он говорит, Бог не любит тебя. Бог отвергает тебя. Бог против тебя. И мы начинаем думать, что Бог в этот момент нас не любит. Он просто нас не любит. Скажите, вы испытывали? Кто испытывал? Поднимите руку. Я думаю, каждый. Мы проходим через это. И мы запутываемся. Мы не можем понять. Так он нас любит? Или не любит? Или он нас временами любит? Временами не любит? То, что мне показал Господь. Друзья, это потрясающе. Материнская любовь. Это тот уровень, который сегодня мы можем воспринять. Он сотворил эту любовь. Он вложил ее в сердце. Вы знаете, моя мама, она всегда, всегда, что бы со мной ни происходило, она всегда была за меня. Она всегда помогала мне. Она всегда думала обо мне. Хороший я был? Плохой? Разницы нет. Потому что мама любит своего сына. Так или нет? Вот и все. Она любит, потому что это ее сын. Кто-то говорит, он плохой. Да. Кто-то говорит, в самом деле он плохой. Хорошо. Вопрос. Любит она или нет? Любит или нет? На трибунах послушайте. А здесь? Как вы думаете, любит или нет? А может, она меньше любит? Даже больше. Мама плачет или нет, когда проблема? Плачет. Вы знаете, моя мама, это был, знаете, вот герой для меня. Это человек, ну знаете, который вложил мне очень серьезные принципы. Если мама говорила, я обещаю, вы знаете, это все. Что бы это ни стоило, она сделает. И удивительно, я, вот знаете, от нее это перенял. И теперь отношусь к словам людей очень серьезно. Если человек говорит что-то, для меня это очень серьезно. Ну и что? Вы знаете, меня часто-часто обманывают. Пользуются этой вещью. Говорят, я там с тобой обманываю. Мне так начинают рассказывать, что будет до конца жизни. А потом, когда, к примеру, там бизнесмен, он поднялся, и он уже поменял свое видение. Потому что денежки пришли. Бывает такое или нет? Я не слышу вас. Да вы что, дорогие, послушайте. Я сказал бы, что может бывает по-другому иногда, в основном так. И что? Слова. Слова матери. Это слова, которые она будет исполнять. И Бог, Он мне показал такую вещь, друзья, что Он настолько любит нас. Что понять Его любовь, это написано, она не подлежит даже разумению. Но нам хотя бы понять, что Бог, Отец, Он нас любит материнской любовью. Он за тебя, Он за тебя, Он с тобой. Я вам скажу прямо, у меня была встреча с Господом. И это был Дух Святой, Иисус и Отец. С каждым из них был диалог. Я не буду подробностей говорить. Ну, я вам скажу так. Отец, для меня было слово очень негативное. Негативное. Вы понимаете меня, Олей? Не потому, что мой Отец. Нет. Это, знаете, вот, давайте уйдем от этой темы. А вот просто я смотрю, отцык. Ну, часто они так поступают. Со своей семьей. Со своими детьми. Я прав или нет? Да, это вообще ужас. И это слово, ну, нехорошее оно было для меня. И все. И даже о Боге я думал. Что вот Иисус, как думал. Ну, конечно же, не прямо, не осознанно. Я такое не мог сказать. Это естественно. Но где-то внутри вот оно было. Что Он судья. Я вам уже говорил, судья. Что Он тот, который ищет. Все-таки, когда? Придет время. Он тебя будет отрезвлять. И это что-то было нехорошее. И когда я увидел образ Отца. Я увидел его совсем другим. Он был сокрушен. Сокрушен, друзья. И Он наполнен был любовью ко мне. И самое, 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 что Его тогда. В тот момент я увидел именно это. Он хотел мне показать. Что Он страдает от того, что я неправильно о Нем думаю. И когда Он говорил, это не был голос. Это было что-то, знаете, вот как будто внутри тебя. И я говорил, но я не решал говорить. А это происходило. Оно выходило отсюда и формировалось в слова. И я видел, что со мной происходит. Конечно, друзья, это был потрясающий момент. Когда я увидел, что для Него самое тяжелое, друзья. Самое такое, знаете, вот, что Его по-настоящему расстраивает, давайте так скажем. Когда я или вы, дорогие, послушайте. Мы думаем о Боге, об Отце нашем. Мы думаем неправильно, искажаем Его. Он страдает от этого. Делаем Его несовершенным. Делаем Его злым. Делаем Его мстителем. Делаем Его наблюдателем. Послушайте, как угодно. Мы можем делать Его в своих глазах, как угодно. Он страдает от этого, потому что самое главное для Него, чтобы ты знал Его лично и знал, какой Он. Какой Он по отношению к тебе. Если есть эта материнская любовь, так сегодня пойми, сегодня. Сейчас, ты должен знать, Он сокрушен. Он сокрушен. Ему тяжело, когда ты слушаешь вот эти наветы дьявола. Кому-то из вас дьявола так шептал? Чувство вины вкладывал? Я вас не слышу. Осуждение. И знаете, я вам говорю, я уже говорил, но я говорю еще. Не нужно слушать дьявола. Нужно знать, твой отец, он любит тебя, как достигние в своем сознании. Хотя бы того уровня, который мне показал Господь. Материнская любовь. Она не временная. Она не до того момента, когда ты стал не таким. Она всегда. Всегда. Кто остается с человеком, когда человека, к примеру, садят в тюрьму? Кто? Одна мама. Я видел людей, друзья, которые сидели по 9 раз, по 20 лет, по 25. Ну, случайно встречал их. И знаете, кто всегда? Им передача носит. Кто всегда заботится о них? Как вы думаете, кто? Одна мама. Мама. Так вот, Отец наш, Небесный, Он любит нас, как мама. Он любит нас. И это очень серьезная любовь. Эту любовь понять трудно. Как бы ты ни старался, это трудно. Но нужно думать об этом. Размышлять об этом. Делать причастие. И брать тело и кровь. И осознавать, что именно за тебя Он отдал, пожертвовал своим Сыном. Но что же это за любовь к тебе? Эта любовь может ли она отступить назад? Нет! Если ты веришь в Бога, ты должен понимать одну вещь. Верить в Бога, что Он есть, так это и бесы верят. Верить в Бога, это верить в Его любовь. Аминь. Вы скажете, а где это написано в Библии? Золотой стих Библии какой? Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог тебя. А мы читаем мир. Слушайте, каждого индивидуально, тебя лично, Он так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Когда я пережил это, друзья, я пережил что-то такое, что для меня теперь Отец Небесный, как мы говорим. А Он для меня как будто земной. И небесный, и земной. У меня Отец. Я никогда не испытывал такого. Но я сегодня прихожу к Нему. И я знаю, если я начинаю о чем-то переживать, я уже искажаю Его образ. Я уже как-то делаю Ему больно. Не нужно, друзья. Мы должны довериться Его любви. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Слышите? Аминь. Да нет, дай Богу хорошую славу. Да что ж такое. Дай Господу славу. Аллилуйя. За Его любовь. Не может Бог сегодня, Отец наш, бросить нас. Посмотрите, что написано в Библии. Вау, сейчас прочитаю. Вы посмотрите. Исайя, 49 глава. Если есть Библия, откройте. Пятнадцатый стих. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Аминь. Чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я, Бог говорит, не забуду тебя. Не забуду тебя. Аминь. У кого-то из вас, может, знаете, с мамой получилось по-другому. Но я вам скажу, Отец, он никогда не забудет тебя. Аллилуйя. Я так счастлив от этого. Я вышел из этой молитвы другим человеком. Потому что моя внутренность была полностью изменена. И я благодарю Бога за это. Я славлю его. Я знаю, друзья, весна, начало лета. Я знаю, что будет что-то происходить. Бог сейчас, Он готовит меня. Он что-то вкладывает. Я переживаю постоянно очень серьезные вещи. Относительно нашего Господа Иисуса Христа. Относительно Отца. Дух Святой, Он никогда не показывал мне такие вещи. И, признаюсь вам, это меня все шокирует немножко, потому что я задаю вопрос. Господи, я вообще не пойму, кто я? Кто я такой, что ты посещаешь меня? Что ты такие вещи мне открываешь? Я переживаю, друзья, постоянно. Это переживания не те. Не подумайте. Нет. Просто, типа, ты читал Библию, пережил. Нет, ты попадаешь в ситуацию. И в этой ситуации ты, вот к примеру, да, остаешься один, один. И ты просто идешь молиться. И вдруг эта боль, одиночество, вау, она наполняет твое сердце так, что передать невозможно. И приходит понимание, оно льется сверху, что пережил Иисус. Когда он остался один на кресте. Когда он кричал, отец, отец, зачем ты оставил меня? Это, знаете, чуть-чуть ты пережил. И, знаете, я рыдал, кричал, закрывал полотенцем. И просто орал, как бешеный, потому что я не мог это пережить. Три часа или два часа, я не знаю. Но я не мог просто. Мне казалось, сейчас лопнет мое сердце и все. И я понимал, что он показывает мне, насколько Иисусу было тяжело. Это миллионная доля того, что он пережил. И вы знаете, тогда только ты начинаешь понимать, кто для тебя Иисус. Когда ты попадаешь в ситуацию, и вы знаете, вот была непонятность. И ты можешь решить вопрос за пять минут. Решить вопрос за пять минут. Ну, не совсем корректно, в рамках всего. Но послушать. Решить вопрос. И вдруг ты видишь, нет, я не буду ничего решать. Пусть мне плюют в лицо, бьют, что угодно. Потому что я Божий человек. Божий человек. И я никогда никому не отвечал. Понимаете, да? И вдруг Дух Святой приходит. И ты начинаешь переживать что-то невероятное. Просто такое невероятное, что ты рыдаешь, ты плачешь. Люди, которые были со мной, говорят, после этого зашли. Я говорю, что случилось? Я говорю, потому что вся атмосфера в комнате, все изменено. Настолько свет. Что ты здесь пережил? Расскажи нам. И Бог показал мне, что когда Иисус... Помните момент, когда Петр отсек ухо рабу первого священника? Правое, говорится. Иисус сказал ему такие слова. Я мог бы сейчас призвать... Кто помнит? 12 тысяч ангелов, легионов. И знаете что? Но Он их не призвал. Он пошел страдать. И когда ты понимаешь природу нашего Господа, это так серьезно, потому что Он мог камень сделать хлебом. Для Него это вопрос, одно слово. Но Он, чтобы остаться тем, кем Он должен быть, Он оставался голодным. Он оставался голодным. Он оставался в плену этих людей, которые предали Его смерти. И из зависти, из зависти, ты должен знать Иисус. Это невероятно. Иуда подошел и поцеловал Его. И вы знаете, я всегда думал, читал, это... Ну Иисус, Он же Божий Сын, Он Бог. Он все может. Нет! Господь показал мне, что Он был как ты и я на сто процентов. И когда Иуда подошел к Нему, Он же был апостол. Он же был ближайший человек. Один из самых. Понимаете? И Он поцеловал Его. И что это значило? Он говорит, поцелуем, предаешь меня. То есть, что это значит? Это рвалось сердце от предательства. Знаете что? Иисус понимает каждого из нас. Каждого. Если вас бросили, предали, послушайте. Иисус понимает вас. Понимаете? Иисус понимает вас. Люди не поймут. Иисус понимает. Это самое главное. Я буду потихоньку рассказывать об этом. Но не обо всем может. Но послушайте. Бог что-то делает. Я знаю, весна, лето начнется. Верю просто. Движение Духа Святого. И мы начнем переживать великую Божью любовь в своем сердце. Вы знаете, друзья? Почему в первой церкви люди, они шли на смерть за Иисуса? Почему? Во время коммунизма. Люди шли на 25 лет в тюрьму. И на смерть. На пытки. Да потому что они лично познакомились с нашим Господом. Если ты познакомился с Господом. Это то, что хочет Бог делать через наш телеканал. Послушайте. Познакомился с Господом. Да не надо больше. Тебе ничего. Ты будешь гореть для своего Бога. Это будет твое личное отношение. Ты будешь спасать людей. Ты будешь делать дело Божье совсем по-другому. Не на энтузиазме. Понимаете? А на любви. Любовь. Основание. Всего, что мы делаем. Да будет это благословение у нас. Да будет оно у нас. В сердцах. Братья и сестры. Правда? Да будет оно. Глубоко. В душе нашей. Потому что там не должно быть суеты. Там не должно быть, знаете, каких-то вещей, чуждых Богу. Бог смотрел на Давида. Что он говорил? Этот муж по сердцу. Он исполнит все хотения мои. Давид любил Бога. Любил Бога. И что? Он нравился. И знаете, удивительно. Так удивительно. Ты читаешь о нем. Он не был совершенный. Однако он был достоин того, чтобы Иисуса называли сыном. Ну я не знаю, тут кто-то знает или нет? А почему так тихо? А скажите же громко. Боже мой. Вот это меня не было чуть-чуть. И вы здесь, короче говоря, потеряли голоса. Там, наверное, у экрана кричат. Сыном Давида. Скажи, Давида. О, Боже. Аллилуйя. Пробуждение пришло. Слушайте. В самом деле мы знаем, что Дух Святой, Он будет совершать величайшую работу. И бесы, которые там восстают, послушайте, все будут посрамлены. Аминь. Бог любит верных людей. Бог любит тех, которые готовы чего-то лишиться ради Него. Аминь. Так удивительно. Просто я радуюсь, что сегодня мы можем уже говорить об этом. Да, мы всегда говорим о служении. Важно служить. Важно строить домашние группы, потому что там человек возрастает. Ну, основа всего – это личные отношения с Твоим Богом. Давайте мы встанем сейчас. О, Господь, аллилуйя. Аллилуйя. Дорогие телезрители, с нами молитесь. Аллилуйя. Боже, Дух Святой. Любовь Твоя. Только любовь. Сегодня Дух Святой. Господь. Коснись, коснись, коснись. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Боже мой. Дух Святой, я прошу Тебя, Ты и мы, Ты пришел для того, чтобы дать нам познание. Дать нам познание нашего Господа Иисуса. Дать нам познание любви Отца. Любви Отца. О, мой Бог, аллилуйя. Это невероятно. Я просто потрясен Тобой, Боже. Я уже заканчиваю, друзья. Но мы должны чуть-чуть, еще пару минут молиться. Потому что это важно. О, мой Бог, аллилуйя. Шала, санту, лора, бакаш. Любви Отца, любви Отца, на... Санту. Вы молитесь, я прочитаю стих апостол Павел. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел, читаю. Да и все почитаю, читаю. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Господа моего, я прошу вас, молитесь сейчас. Пусть это слово, оно коснется вас. Послушайте, вы можете думать, что долго собрание и так далее. Послушайте, выбросьте это из головы. Главное, чтобы Дух Святой проговорил тебе. Жди его. Он говорит, для него я от всего отказался. И все, он говорит, Павел, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Так ты же уже приобрел. Нет, больше. 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 Смотрите. И найтись в нем не со своей праведностью. Внимание. Которая от закона, то есть правила и так далее. Слушайте. Но с тою, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога. Поверь. Ты сегодня верой принимаешь праведность. Аминь. И десятый стих, друзья, это просто потрясающий стих, который должен сегодня войти в твой душ. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. И дальше. И участие в страданиях Его. О, Боже. Как это? И участие в страданиях. Боже, Боже. Как же так? Он стремился страдать за Христа. Он стремился. И для Него это было честь. Я скажу каждому из вас, друзья. Если Бог удостоил нас служения. Если Бог удостоил нас что-то делать для Него. Удостоил нас жертвовать. Послужить все, кто смотрит на меня. Да, это величайшая честь. Величайшая. Если Он удостоил нас кому-то послужить. Подумай сейчас о том, кто стоит рядом. И кто рядом по жизни. Если с Ним случится беда. Кто первый придет на помощь. И ты должен внутри сказать. Я. Я приду. Часто я встречал людей, которые, когда видели, что меня атакуют. Вы знаете, что они делали? Они отрекались от меня. Я всегда смотрел на это. И я всегда с этого просто смеялся. Божьи люди никогда не отрекаются. И я никогда ни от кого не отрекаюсь. Потому что каждый человек. Одно время будет очень хорошим. А другое время будет очень плохим. Но твоя реакция говорит о том, Ты Божий человек или нет. И сейчас скажи Богу, кто ты. Прими решение, кем быть. Участие в страданиях. И дальше сообразуясь смерти Его. Даже до этого. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Давайте поднимем руки. Отец, аллюлуйя. О, Отец, спасибо Тебе. Боже, я благодарю Тебя. Все телезрители, молитесь с нами. Боже, очень я молю Тебя. Мой Отец. Мой Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Сегодня мы понимаем, что за личные отношения с Тобой нужно заплатить цену. И дьявол будет бросаться. Дьявол будет кидаться. Но знаете, друзья, послушайте. Как бы дьявол ни атаковал тебя, послушай. Вцепись в личные отношения. Вцепись. Сейчас кто-то меня слышит. Вцепись. И в этот момент сейчас я молюсь за Тебя, Дух Святой. Вот Ты даешь познание и оброжить. Пусть каждый из нас будет готов заплатить любую цену и стремиться к этому, чтобы достигнуть познания. Положи вот так руку себе на сердце и помолись вместе со мной. Скажи, Боже, брат Сэм, Ты мой Отец. Ты так любишь меня. Так дай же мне познать Тебя, Твою любовь. Дай же мне познать драгоценного Господа Иисуса, Дух Святой. Ты не только исцеляешь, Аллилуйя, еще Ты приводишь к познанию к глубоким, настоящим отношениям. Телезрители, дорогие, положите руку на себя. Пусть Бог во имя Иисуса Христа, Отец наш во имя Иисуса Христа посетит вас Духом Святым. Драгоценный Дух Святой. Молю Тебя. Кто сегодня жаждет именно этого? Больше всего. Он от всего отказался. В своем сердце он все считает засор, лишь бы приобрести Христа. Я прошу Тебя, Дух Святой, прийди к таким людям, прийди к таким людям, прийди к ним, и молю тебя, наполни их сердцем. То, что нам все так не будет. По имя Иисуса, по имя Иисуса, по имя Иисуса, я благою. Субтитры подогнал «Симон»!